Басня номер 34 из басни «Эзопа». Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукозапись сделана Гузель Багудиновой. Басня «Эзопа». Перевод Василия Алексеевича Алексеева. Басня «Бедняк». У «Бедняка» была деревянная статуя Бога. «Сделай меня богатым!» — молился он ей. Но молитвы его оставались напрасны, и он сделался еще беднее. Зло взяло его. Схватил он башка за ногу и ударил о стенку головой. В дребезги разлетелась она, и из нее высыпалась горсть червонцев. Собрал их счастливец и говорит. «Низок же и глуп ты, по моему мнению. — Почитал я тебя, ты не помог мне. Хлопнул об угол, послал великое счастье. Кто обращается с негодяем ласково, останется в убытке, а кто поступает с ним грубо — в барыше». Конец басни «Бедняк». Звукозапись сделана Гузель Багуддиновой. Ульяновск, Россия. 20 января 2009 года. Басня номер 35 из басни «Эзопа». Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукозапись сделана Гузель Багуддиновой. Басни «Эзопа». Перевод Василия Алексеевича Алексеева. Басня «Бык и жаба». Бык пошел пить и раздавил детеныша жабы. Приходит на то место его мать, ее там не было, и спрашивает своих детей «Где ваш братишка?» «Он умер, матушка», — говорят они. Сейчас приходил огромный зверь о четырех ногах и раздавил его. Надулась жаба и спрашивает «Что, будет то зверь с меня величиной?» «Перестань, мама», — слышит она в ответ. «Не сердись. Скорей ты лопнешь, чем сравняешься с ним. Опасно слабому тягаться сильным». Конец басни. «Бык и жаба». Звукозапись сделана Гузель Багауддиновой. Ульяновск, Россия, 20 января 2009 года. Басня номер 36 из басни «Эзопа». Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукозапись сделана Гузель Багауддиновой. Басни «Эзопа». Удалось ворону раздобыться куском сыру. Взлетел он на дерево, уселся там и попался на глаза лисице. Задумала она перехитрить ворона и говорит. «Что за статный молодец ты, ворон, и цвет от твоих перьев самый царственный. Будь только у тебя голос, быть тебе владыкой всех пернатых». Так говорила плутовка. Попался ворон на удочку. Решился он доказать, что у него есть голос. Каркнул во все воронье горло, но и выронил сыр. Подняла лисица свою добычу и говорит. «Голос, ворон, у тебя есть». А ума-то не бывало. Не верь врагам, проку не выйдет. Конец басни «Ворон и лисица». Звукозапись сделана Гузель Багауддиновой. Ульяновск, Россия, 20 января 2009 года. Басня номер 37 из басни «Эзопа». Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукозапись сделана Гузель Багауддиновой. Басня «Эзопа». Перевод Василия Алексеевича Алексеева. Басня «Два горшка». Река несла в своем течении два горшка – глиняный и медный. «Держусь от меня подальше, не подплывай близко», – просит глиняный горшок медного. «Чуть ты дотронешься до меня, ты раскалочешь меня в куски, а самому мне касаться...»